всем добрый день меня зовут шурова екатерина я врач-психиатр психотерапевт сексолог и сегодня мы будем с вами говорить об эрогенных зонах что это такое и зачем они нам нужны эрогенные зоны это не просто зоны связанные с получением удовольствия это участки кожи или участки слизистой стимуляция которых приводит к тому что появляется или усиливается сексуальное возбуждение эрогенные зоны могут быть основными и у мужчины и женщины основные зоны эрогенные находятся примерно в одинаковых плоскостях так и дополнительные и к сожалению о дополнительных эрогенных зонах зачастую мужчина может даже и не догадываться что чаще всего являются эрогенными зонами а надо отметить что по большому счету эрогенные зоны находятся на теле человека начиная от волосистой части головы затылок и заканчивая пальцами ног это может быть шея это могут быть уши мочки ушей предплечье область между лопатками крестец спина живот у некоторых женщин эрогенная зона это локтевая ямка это губы это язык это рот это соски это живот это может быть область которая находится под ягодицами и область которая находится под коленкой и стимуляция этих эрогенных зон она не просто важно она очень важна потому что зачастую мужчина он думает как он думает что если он начал стимулировать женщине клитор или начал стимулировать ей соски то женщина в течение 45 секунд заведется как гоночный автомобиль но это далеко не так стимуляция эрогенной зоны не должна быть быстрой стимуляция эрогенной зоны как правило занимает от двух до трех минут больше не нужно эрогенные зоны можно стимулировать по-разному можно ласкать эрогенные зоны языком можно поглаживать руками можно использовать кубики льда можно использовать эротические гаджеты кому что нравится но гораздо проще если вы вместе со своим партнером сядете и поговорите кому что нравится и кто чтобы хотел получить от секса и когда мужчина как и женщина в том числе забывает об важности этих эрогенных зон то зачастую они сталкиваются с тем что получает минимальное удовольствие от секса ко мне очень часто приходят на прием семейные пары где основная жалоба мужчины в том что женщина неохотно соглашается на секс и не может закончить секс оргазмом а когда начинаешь разговаривать женщиной ее основная претензия к мужчине что он не уделяет должного внимания эрогенным зонам что он не гладит ее не целует нет прелюдий нет предварительных ласк и она не может разогреться и в тот момент когда мужчина уже заканчивает секс уже заканчивает половой акт женщина только-только начинает входить во вкус естественно что она не может получить оргазм в то время как мужчина уже пошел мыться и пить кофе поэтому стимуляция эрогенных зон является важной частью взаимоотношения мужчины и женщины да и не только стимуляция эрогенных зон сама обстановка иногда стимулирует на приятный и максимально комфортный секс на снятие напряжения это могут быть свечи это могут быть ароматические лампы это может быть приглушенный свет здесь каждому что нравится но главное чтобы вашему партнеру это нравилось и главное чтобы вы с вашим партнером могли об этом поговорить мы все любим заниматься сексом по крайней мере большая часть человечества но почему-то нам всегда сложно о нем говорить нам сложно рассказать своему партнеру о том что я хочу и партнеру сложно сказать мне что хочет он и очень часто из-за таких недомолвок недосказанности из-за чувства стыда который в этот момент появляется удовольствие от секса исчезает появляется сексуальный стук скука появляются конфликты между в паре и тогда в лучшем случае пара приходит на семейную психотерапию где они наконец-то с помощью специалиста могут поговорить друг другом о том о чем они стесняются или о том о чем стыдно говорить дома потому что зачастую мужчина считает что раз он приносит деньги раз у него хорошая эрекция и раз он может заниматься с женой сексом раз два дня на протяжении десяти-пятнадцати минут то он уже молодец он уже герой дня но при этом он не всегда понимают что женщине не хватает а не хватает самого простого не хватает того чтобы женщину ласкали чтобы женщину целовали чтобы женщину стимулировали потому что ну как правило на предварительной ласке уходит до 7 минут мужчина не любит ждать эти семь минут дай бог если он обратил внимание и начал ласкать свою женщину две-три минуты а дальше уже все поехали давай начинать и женщина не разогрета она не готова и чтобы не обижать своего партнера она вынуждена притворяться а потом она вынуждена имитировать оргазм о том почему женщины имитируют оргазм я говорила в нашем предыдущем видео кстати посмотрите мужчина будет очень полезно узнать и очень часто женщина в дальнейшем отказывается от секса ну а зачем если секс не приносит ее удовольствие а зачем если мужчина не принимает во внимание то чего она хочет а как он об этом догадается если мы женщины не говорим о том чего мы хотим как наши мужчины будут знать о том чего же хотим мы и в этом случае молчание играет против нас если вам сложно поговорить со своим партнером если вам сложно говорить о своих чувствах если вам сложно говорить о своих потребностях приходите вместе с вашим партнером на семейную консультацию к врачу-сексуологу или можете позвонить и записаться на консультацию для того чтобы разобраться со своими проблемами это не страшно и не стыдно секс может приносить удовольствие он может быть разнообразным и интересным и секс может быть интересным в любом возрасте независимости от того сколько вам 18 лет или 60 это не имеет значения главное о том что вы говорите своему партнеру как вы доносите до него свои желания и потребности и как вы помогаете вашему партнеру сделать хорошо именно вам с вами была ваша Екатерина Шурова